здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика я вам покажу как соединять нити без узлов совершенно без узлов вот смотрите никакого узла здесь я двухцветные нити соединяла очень простой способ планировала я его очень давно и уже все купила очень давно забыла и тут неожиданно без секрет сейчас я вам раскрою вываливается вот этот вот пакетик и тут я вспоминаю что я планировала видео это я заказала на алиэкспресс иглы для валяния не видно они такие зазубринками вот я их заказала вот непосредственно для соединения нитей и вот вываливаться пакет и тут я вспоминаю что я планировала это видео вот нам понадобится эта игла ссылку на нее я поставлю под видео в описании вот это на алиэкспресс совсем дешево я не помню сколько это я же говорю я заказала уже очень давно планировала их в комплекте 67 смотрите я специально взяла две нити разного цвета вот смотрите соединения никакого узла нет и вот соединения здесь немного уплотнения я сейчас покажу вам оба способа при помощи этой иглы вот но узла нигде нет вот он изнаночная сторона вот она лицевая сторона я же говорю в одном из способов есть уплотнения во втором способе ее нет его нету очень полезный как бы способ я почему его вот прям мочалку с этой иглой я оставлю на рабочем столе чтобы соединять потому что я же все-таки собралась работать с сети вот первый способ там где утолщение вот мочалка чем толще толще тем лучше вот есть две нити мы их вот так вот прям складываем и этой иглой вот так вдавливаем как бы в мочалку пытаясь как бы наложить одну нить на другую вот утолщение образовалась от того что нить я вот так вот друг на друга положила и она получилась толще а вот это игла благодаря своим зазубринкам она как бы про проталкивает волокна одной нити в другую вот и они тем самым соединяются вот получается так такие как бы ворсинки вот но потом вы их просто водичкой и в руке скатать да это если быстренько вот если вас не пугает утолщение попротыкали водичкой в руке просто скатали и вяжите это с утолщением да вот что хорошо нет узлов вот какой бы узел классный супер пупер не был все равно это узел и он может вылезть как на лицевую так на изнаночную сторону он может развязаться в любой момент зависит от пряжи вот смотрите довольно крепкое соединение видите я тяну она держится здесь нет узла есть просто уплотнение далее если без уплотнений второй вариант вот любую пряжу так смотрите я беру волокно пряжи вот раскручиваю и вот здесь вот у меня смотрите три ниточки одну я обрываю дальше то есть длиннее раз одну обрываю почти у края 2 я вот показываю и третью оставляю то есть я постепенно сделала такое утончение то же самое я делаю по этой нити если это 4 то 4 раза вот так вот с периодичностью какую-то пару сантиметров вы не отрезать девчонки почему я рву потому что при разрыве нить получается видите она как бы сходит на нет если вы режете это ну сами знаете это резкой резкое обрезание вот тоже самое я сделала с этой ниточкой накладывают друг на друга при том вот это одна нить она уходит на полноценную нить туда как бы а где вот начиная с двух они здесь совмещаются вот и делаю то же самое девчонки я их соединяю то есть протыкаем это и как бы старайтесь совместить две ники и просто протыкаете этой иглой и она вот этот принцип валяния то и она соединяет эти волокна между собой буклированную пряжу так можно вот единственное что нельзя так это какую-то плюшевую да там уж не соединишь или ализе пуфи пуфи какую-то вот таким вот образом я соединила вот видите вот эту ниточку чик ее видно ее вам надо сдавить как бы во вторую вот видите да здесь вот это вот кудрявость которую мы легко уберем и она потом она потом в вязании потеряется здесь просто очень видно потому что это разные цвета как бы это видно да вроде бы как видно что здесь соединение на самом деле если пряжа однотонная это все теряется в вязании и вот здесь вот уже нет уплотнения то есть толщина как здесь нити так и здесь нити одинаковая толщина которую мы просто ввязываем вязание и вот вот это раз у меня с утолщением а вот здесь вот уже без утолщения видно что петелька как бы ровные а здесь видно что они потолще вот такой вот девчонки способ я же говорю я планирую им пользоваться усиленно вот поэтому оставляю вот это приспособление у себя на рабочем столе на на конце игла для валяния все тут говорить больше нечего мы ее используем для соединения нити вот если вы вяжете на заказ если вы вяжете на продажу то понятное дело вот эти узлы это камень преткновения которые нам нужно постоянно за ним следить да ну чтобы товарный вид изделия все-таки был ну как изделия на продажу да тут и говорить не о чем вот поэтому вот так вот девчонки а на сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока ссылка в комментарии и в описании